Венеция Венеция, Венис, Венедик Ставшая символом имя города тысяч мостов и каналов Город карнавала и медовых месяцев С давних пор она слывет Ла Серениссима, гордой и жизнерадостной По мосту Риальто везли богатства со всего мира, а за фасадами дворцов проводились самые бурные празднества в Европе Однако придворный блеск и великолепие были лишь одной из сторон водной метрополии За веселой маской Венеции с незапамятных времен скрывались разбойничьи черты История города начинается с вынужденного переселения В пятом веке многочисленным римлянам пришлось спасаться от набегов гуннов и бежать на север Их преследовали до самых островов Адриатики В Венецианской лагуне они наконец нашли укрытие С этого момента захватчиков не подпускали к ним болота и малярия Однако теперь нужно было справиться с одним затруднением Как посреди болот и мелководья построить дома? Венецианцы нашли способ решить проблему Они вгоняли древесные сваи в морское дно и строили на них фундамент Естественно, без аварий не обходилось Около 60 церквей и бесчисленное количество домов обрушилось в воду Зато позже строители достигли совершенства И им удалось соорудить целый город на сваях Венеция быстро стала пользоваться своим благоприятным положением относительно моря Строились барки и гондолы, возник торговый флот И вскоре венецианцы уже набрались достаточно отваги Чтобы плавать на тогда еще далекий восток Торговые пути протянулись на север и на запад Экспедиции добирались до Канарских островов и Сенегала Наибольшую известность среди первооткрывателей получил Марко Поло Который в середине 13 века отправился в свое полное приключение путешествия в Китай Таким образом открывались новые рынки И Венеция все больше превращалась в платформу для европейской оптовой торговли Перед церковью Сан-Джекометто у Риальто шла оживленная торговля Продавцы овощей и фруктов вскоре были уже не одни Здесь предлагали местную соль из лагуны, торговали черным перцем из Индии, мехами из России и шелком с Востока В аркадах разместились лавки-менял и кузницы Венецианское художественное ремесло для всего мира Венецианский рыбный рынок уже тогда был уникален Здесь можно было найти все сорта морепродуктов Пескерия, рыбный рынок, ломилась от улова, пойманного в лагуне Здесь было все, что только могла дать Адриатика Всякий уважающий себя купец должен был разместить здесь свое представительство Торговые резиденции великих наций открывались вдоль Гранд-канала Конторы со звучными именами, такие как Фондако деи Турки, Турецкий дом На острове Мурана в начале 13 века группа ремесленников начала заниматься стеклодувным делом Мастерские постепенно выросли в крупные предприятия Венеция превратилась в центр художественных ремесел Город, по замечанию одного историка, стал для всего мира шкатулкой, полной драгоценных украшений Но не все драгоценности появлялись здесь благодаря человеческому усердию То, что нельзя было купить, воровали Когда во время своего первого завоевательного похода Наполеон ступил на площадь Сан-Марко Главная военная добыча сразу предстала перед его глазами Квадриго Святого Марка При этом ему хорошо было известно, что почти за 600 лет до него Другой человек сделал бронзовых коней коронным трофеем своего набега Его имя – Дош Энрико Дандола Бонапарту было ровно 27, когда он с войсками вошел в Венецию Дандола выступил в поход в возрасте 95 лет При этом он был почти полностью слеп на оба глаза И чего он только не пообещал венецианцам В соборе Святого Марка под знаком креста он объявил, что отправится в Святую Землю И вместе с французами будет воевать с язычниками Однако крестовому походу суждено было превратиться в грабительский набег По дороге в Иерусалим Дандола изменил свой курс Теперь его войска двигались на север Его новая цель – столица Восточного Рима – Константинополь В 1204 году на Босфоре произошло решающее сражение Несмотря на мощные оборонительные сооружения, город не выдерживает Что последовало потом, летописцы описывают как оргию насилия и разорения Христиане рубят христиан Крестоносцы одержали победу над своими собратьями по вере Но с этого момента Венеция была такой, каково ее считали и раньше Истинная Серениссима, достойнейшая среди всех достойных городов Ведь из державы обычной она превратилась в державу мировую Триумфальный прием победоносного дожа и его флотилии так и не состоялся Почти столетний Дандола пустил своего коня слишком быстро и сломал бедренную кость Чуть позже он скончался Зато военная добыча прибыла в Венецию в отличном состоянии На драгоценные сокровища искусства, награбленные крестоносцами Можно полюбоваться здесь, в соборе Святого Марка Порфирные скульптуры IV века н.э. были вмурованы в стену на углу Напротив дворца дожей В народе их зовут четырьмя ворами, которые превратились в камень При попытке ограбить собор Интерьер храма тоже получил свою долю добычи Была расширена купольная мозаика Сегодня поверхность площадью более четырех тысяч квадратных метров выложена блистающим золотом Жемчужина собора, золотой алтарь Пала Дора, был украшен тонкой византийской эмалью Три с половиной метра в длину и более полутора метров в ширину Таковы размеры алтарной плиты из чистого золота По ней можно также видеть, что наследие Дандола было не первым краденным добром в соборе Дожа В девятом веке двое купцов отправились в Александрию Они намеревались выкрасть мощи святого Марка из саркофага Реликвию поместили в бочонок со свиным салом И таким образом беспрепятственно провезли через таможню Поскольку таможенникам-магометанам религия не позволяла прикасаться к свинине Субтитры создавал DimaTorzok